Справедливая Россия Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Дальше эмоциональной, но без содержательной критики у справедливоросов дело не дойдет, уверен эксперт. Все потому, что они сами не знают, кто они, системная партия или борцы против режима. У справедливой России такая сложная политическая история, что она, видимо, уже сама не понимает, что она есть на самом деле. Создавалась она как вторая нога единой России. Потом резко перешла в оппозицию, стала несистемной оппозицией. Затем Советливая Россия как бы вернулась в лоно системных партий, но по-прежнему продолжает играть роль яростной оппозиции на площадке Госдумы. Я думаю, избиратели окончательно запутаются. Если партийные функционеры Советливая Россия сами не знают, что они есть на самом деле, системная ли они партия, либо они борются против режима. Я думаю, что как только они сами поймут определяться, возможно, наступит некоторая ясность. Сейчас же никакой ясности вообще нет. Справедливая Россия попытается отобрать голоса у КПРФ, основываясь на популизме и повторяя риторику коммунистов, а также за счет выдвижения членов ОНФ и популярности Путина, уверен эксперт. И это единственное, что может удержать партию в Госдуме. Я бы предположил, что они пройдут в Думу только как партия-носитель для фронтовиков. В случае, если они проигнорируют эту возможность, в Думу они не пройдут. И пополнив собой ряды партий, которые, находясь вне Думы, пытаются реализовать свои амбиции уже на региональном уровне. То есть такой политический дауншифтинг. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова